Так как не пробито? Вы чё, вообще уже там все? Это беспредел! Так, Скворцова, какой беспредел? Ты мне сама лично обещала, что больше на проспекте ночью работать не будешь. Да я не работала, я вай-фай искала. Вай-фай? Это чё у нас, китайская гостиница новая? Или это, болячка? Очень смешно, вот прям завтра едь на фестиваль юмора, менты жгут. Скворцова, это ты как будто с фестиваля путана года. Что? Что, что? Какой вай-фай? Что ты мне заливаешь? Ты зачем свой роутер в каждую машину пихала? Соцопрос там проводила? Здравствуйте, у вас есть вай-фай? Давайте законнектимся. Обычное подключение 50, выделенка 75, закрытый канал 100. Слышь, малышка, а есть фри соединение? Бесплатный вай-фай есть, но он медленный, затрахаетесь ждать. Вы, извращенцы! Да я хотела с мамой по скайпу поговорить. Вот, искала водителя, который прикинется моим парнем. У меня мама старенькая, волнительная. А я хочу, чтобы она думала, что я учусь в институте, встречаюсь с парнем, что мы с ним под ручку по проспекту ходим. В общем, как все нормальные девчонки. Кварцова, ну что ты заливаешь мне? Ну вот я лично видел у тебя в руках 50 долларов. Да? Вот, я готова была за это заплатить. А что это, противозаконно что ли? Так, подожди, ты предлагала 50 долларов, и никто не согласился? Никто. Ну, 50 долларов за 5 минут разговора? Ну, за 7. Звони. Сергей Петрыкин? Ну, вообще-то это правильно. Ой, спасибо. Милиция должна помогать людям. Спасибо, лейтенант Сашка. Лейтенант Петрыкин. А я кофейку сделаю. Да. Сними. Хорошо. Все. Кольцо сними. Олег, кто это? Привет, мамонечка, это я. А, это ты, малая. Чего так долго не звонила? Так, учеба, времени не было. А деньги что перестала высылать? Нам же стипендию урезали. А это, да и вообще, раньше тем, кто допоздна занимался, доплачивали. А сейчас наоборот. И вообще, говорят, самим платить надо. Понятно. А где ты сейчас? В ментовку загребли? Нет. Это все на практике. Я же в юридическом учусь. Вот. Стажировка у нас. А что за хмырь с тобой? Рожа такая ужасная и противная. Мамонечка, это мой парень. Мы с ним тут на практике и познакомились. Лейтенант Петрыкин. Здравствуйте. Малая, он что, мусор? Ну. Слышь, мусор, убери-ка свою рожу от монитора. Малая, ты что, с ментом встречаешься? Ты что, рамсы попутал? Лучше бы ты проституткой работала, чем с ментом встречаться. Давай прекращай. Деньги будут, высылай. А с этим уродом прекрати мутить. Иначе прокляну. Мамучка, ну он же такой хороший. Помни всегда, что говорил твой покоенный отец. Хороший мент, мертвый мент. Скворцова, вот за это надо будет доплатить. Так, ну что, помог? Помог. Блин. Все нормально? Ой! Слышь, малая, про деньги я погорячилась. А это что за задница в мониторе у меня? Это не задница, это лицо лейтенанта Кринити. Значит, хватит вот этих соединений и интернет. Мальчики, а я продлить хочу. Пойдем, я знаю, где еще один компьютер есть. Хорошая женщина, кстати, познакомился уже. Шопа. На троих. Здравствуйте. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Не обращайте внимания. Мы просто пошли посидеть, погреться. Здесь у вас так здорово, мягко. Нет, девушка. Мы пришли, чтобы купить средства для усиления любви. Не поняла. Не обращайте внимания. Она шутит. Нет, я не шучу. Вы понимаете? У моего мужа в последнее время не очень получается. Вот. И мы хотели бы купить такое средство, которое вернет нам былые прелести семейной жизни. Вы меня понимаете? Сексуальные стимуляторы. Мне нет. А вот ему, да. Нет. Скорее всего, моей супруге нужны сексуальные успокаивающие. Видите? А вы уверены, что вам нужна медикаментозная помощь? Да, да. Я уверена, например. Понимаете? У нас была прекрасная семейная жизнь. Прекрасная. Но эта экология, вы знаете, как она действует на мужчин. Представьте себе, что несколько месяцев назад это был высокий двухметровый парень. А сейчас не дать, не взять. Все соки из меня... Бриночка, мне очень тут неудобно. Это все из-за работы. Я устал. Я сейчас отдохну. И ух! Знаю я твой ух. 30 секунд. Вы не переживайте. Фармакология творит чудеса. Есть очень эффективное средство. Вот. Оно подействует? Лично опробовано мной. А у него есть какие-то побочные эффекты? Есть. Вечно улыбающаяся жена. Хорошо. Нам подходит. Пробивайте. О, за добавкой пришли. Ну как, понравилось? Шикарно, девушка. Шикарно, потом расскажу. А сейчас упакуйте мне, пожалуйста, вату зеленку, бинт, успокоительное и на штырь. Да что ж такое? Алло. Да. Не-не-не. Я думаю, скорую лучше вызвать. Ага, вызывайте скорую, да. Хорошо. Но средство шикарное. Отложите мне три упаковки. Три. Пожалуйста. До свидания. Гады. Беспредел. Караул. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы полицию вызывали? Я вызывал. А контролировать все вы должны были сами. Что случилось, дедушка? Не перебивай меня, мальчик. Случилось. Довели страну. Вы нас по этому поводу вызвали? Не перебивай, хабару. Садись. Сейчас все расскажу. И ты садись, мальчик. Наши баруси с ними давно. Ох, они мне кровушки попили. Ох, много-много-много-много-много-много. Дедушка. 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 Менты. Тихо, тихо, дедушка. Это вы полицию вызвали. А, я? Да. А что я? А что я? А, вспомнил. А, в парке орудует банда. Очень, очень, очень сильная и очень злостная. Вы пострадали от нее? Если б только я. Многие, многие страдают. Но все боятся вам звонить и рассказывать. А я не боюсь. Я не боюсь. А сколько всего человек пострадало? Ну, по моим подсчетам, жертв человек десять. И это только за сегодня. Ого. Ага. А как действует эта банда? Ага. Банда действует скрытно. То есть напали в этом парке? Не, напали в этом. Но они работают не только в этом парке. А они работают еще около моего подъезда. Возле саби, сагады такие. И главное, ночью скрытно в тишине. Они на вас напали, избили и ограбили? Ни то и ни другое. Нет. Они испортили мое имущество. Гады. А как, как они испортили? Как? Они окрасили вот эту лавочку, а предупредительной надписи не оставили. О, о. Смотрите. Смотрите, что получилось. О, о. Дедушка, а что же вы нас не предупредили-то, а? А это чтобы у вас мальшивация была лучше. А чтобы словить их вам захотелось сильнее. Дедушка, а знаешь, что ты после этого? Знаю, знаю, знаю. Сознательный гражданин. А, да. А, да. Довели страну. Довели. Сталина надо вас. Дай протокол. Массаж, массаж, расслабляющий, профессиональный массаж. О, какая девушка. Не девушка, а персик. Ой, какой персик. Нектарин. Сладкий. Сочный. Ну, и почему массаж? Сто долларов. А для такого детки, как ты, можно и двести. А это как? А вот так, я массажирую, я плачу. О, интересно. Ну, хорошо, давайте. Ну, пожалуй, начнем. Ва, какая девушка. А где же ты моя, сулика? Я здесь. Мне подруга посоветовала на массаж сходить. А свиньи, такая хорошая девушка. А, к сожалению, моему великому только что закончился. Крем. У меня есть. И полотенца, к сожалению, нет чистого. А тут санстанция, шмарстанция, понимаете? У меня все с собой. Только что вспомнил, у меня сегодня сокращенный день. Да, мы теряем время. Иди ко мне. Останавливайся, сильная, дикая женщина, иначе это будет последний массаж в моей жизни. Нет. Я купила абонемент на целый месяц. И теперь ты будешь начинать только с меня, потому что после нее ты очень уставший. Так, дядя Митя, когда ты наконец уже соберешь этот злополучный шкаф? Для начала мне надо собрать мозг. Тебе что, уже трудно прочитать что-нибудь длиннее ценника на спиртное, а? Да что их читать, я их наизусть знаю. Но это же ужас. Возьмите панель Густавсу, соедините паз Липхнит со шпинделем Краузе. Блин, вот такое ощущение. Я сейчас дочитаю это заклинание и вызову дьявола. Если ты до конца дня не соберешь этот шкаф, ты разбудишь дьявола во мне. Объясните вообще, в принципе, зачем мы покупаем вот эти шкафы в Вике? Да я лично точно такой могу за полночи сделать. Можешь. Но у тебя никогда не совпадает размер полок и размер ящиков. Так у шведов тоже не совпадает. Так у шведов это задумано. Дядь Митя, ты отсюда не выйдешь, если ты не соберешь шкаф. И не гроб, как в прошлый раз, а именно шкаф. Ну, тогда я никогда отсюда не выйду. Не переживай, я уже послала тебе за подкреплением. О, вот это дело. А подкрепление будет крепленное или полусладкое? Пум! Не бывает такого. Надежда Константиновна, вызывали? Да, Митя, вызывала. Виктор Петрович, помогите Дмитрию Ивановичу собрать этот злополучный шкаф. Тю, ночью помоги разобрать, днем помоги собрать. Что такое? Не поняла. Мы же только сегодня купили этот шкаф в Икею. А мы вчера этот шкаф в Икею продали. Дядь Митя, ты что, ничего не помнишь? Мы уже два месяца эти шкафы в Икею поставляем, собственной сборки. А-а-а, я думаю, на какие шаши мы второй месяц бухаем. Погоди, погоди. А инструкцию тоже я писал? Не, инструкцию я. Что ж ты, пес мердячий, не мог на русском? Ну зачем-то эти липхнетые краузы. Дядь Мить, что ты диктовал, то я и записывал. Скажи спасибо, что я твой матерный поток в два раза сократил. Так это я? Ты, ты, дядь Митя. Я шо, умный? Дожильный. Оба вы умные. Гурген Георгиевич, а можно вам личный вопрос? Угу, восемьдесят четыре. Что восемьдесят четыре? Ты хотел спросить, сколько у меня было женщин? Восемьдесят четыре? Нет, я хотел спросить, как вы делали предложение вашей жене? Тише, что ты так громко говоришь? Когда я в небе, я холостой. Тем более, при мне не надо говорить о моей жене. Не хочу портить настроение. Ты видел этого ангела, которая спустилась к нам в небес, чтобы сесть в наш самолет и снова вернуться обратно? Для вас, Гурген Георгиевич, каждая девушка ангел. Ва, слушай, что такое говоришь? Это вообще особенный, аппетитная такая. Глаза, как виноград. Видел, да? Грудь, как дымки, попка, как персик. Бурген Георгиевич, хватит есть, захотелось. Вы не девушку, а фруктовый салат описываете. А что спрашивал про предложение? Что задумал? Я хочу сделать предложение нашей стюардессе Вике. Ва, Вика хорошая девушка. Кстати, в моем списке пока нет еще. Что значит еще? А, да, в смысле, ее там вообще не будет. Слово грузина. Сказал и забыл. Так, а что ты от меня хочешь, чтобы я благословил вас, что ли? Нет, можете, как вы это умеете красиво сделать, по громкой связи позвать ее к нам сюда в кабину, а я буду в это время на колени стоять и с кольцом. А, конечно, могу. Красиво сказать. Это у меня хорошо получается. Только ты как джигит становишься. Уважаемые пассажири, с вами говорит ваш любезнейший командир борта 458. Мы сейчас просим зайти к нам в кабину пилотов самую красивейшую, самую неподражаемую эту стюардессу экипажа любви для получения заслуженного наслаждения. Выходи из-за меня, Вика. Я согласна. Пам! Это не вам, это Вике. Ну, вообще-то я Марина, но ты можешь меня назвать как угодно, хоть Анжелина Джули. Вы меня неправильно поняли. Правильно тебя поняла. Это предложение, от которого не отказываются. Пошли. Куда? Пошли. Первая брачная ночь у нас будет на высоте. Причем в прямом и филеносном смысле этого слова. Я тебе гарантирую, Женя. Иди, иди. Ну что ж, Викуся, пускай ты в мой список не попадешь, но главное не попасть в список Марины. Ваша честь, мы, как потерпевшая сторона... Слышь ты, по тебе и сразу видно, что ты потерпевший. Я вообще-то его первый раз в жизни вижу. Девушка, успокойтесь, истец. Продолжайте, пожалуйста. Наш автосалон, как потерпевшая сторона, просит удовлетворить иск. А, так ты не удовлетворенный. Че ж ты сразу-то не сказал? Ну идем, я тебя удовлетворю. Че мы к этой бабе пришли, я не понимаю. Девушка, я сейчас вас удалю из зала суда. А мы с вами не друзья на фейсбуке, что вы меня удаляли. Я вас удалю за неуважение к суду. Ой, напугали блондинку, перегидрули. Ладно, пусть продолжают. Мне прям интересно, что вы там скажете. Спокойтесь. Истец, продолжайте, пожалуйста. Мы требуем удовлетворить иск о нанесении материального вреда. Вау-вау, стопочки. Во-первых, вы не указали, где педаль тормоза, где педаль газа. Во-вторых, вы так плотничком эти машинки поставили, шо это ваш? Чисто правтик. А в-третьих, шо это помяло? Материальный ущерб нанесен автомобилем Porsche 911, Lamborghini и Maserati. Знаете шо? А я, между прочим, не уверена, что до меня они были не помятые. Да это салон, там только новые автомобили. А сейчас будут разные. Девушка, вы помяли самые дорогие машины в салоне. А вот будешь орать, тебе и лицо помнут, понял? Истец, что вы требуете? Мы требуем материальную компенсацию в размере 500 тысяч долларов. Слышишь? Истец, и в рифму. А ты с ноликами не ошибся, не? Я, между прочим, деньги зарабатываю, а не с неба они мне падают. Понял? Так, девушка, успокойтесь, пожалуйста. Все, суд готов вынести приговор. Иск удовлетворен на 5 долларов. На 5? Ну, хорошо, на 10. Ну, знаете, я этого так не оставлю. Мы будем подавать апелляцию. Да иди там делать свою депиляцию. И не забудь указывать, где газ, а где тормоз. Вы представляете, девушка, я хотела купить у них в автосалоне машину, так они мне скидку зажали. Ах ты красава! Ну, а с вас 5 тысяч за неуважение к суду. С чего это? 6. Слышь, коза, ты сейчас это самое нарываешься? Ах так, 7. Да что за беспредел? Давай побазарим с тобой, как баба с бабой. 8. Вот на. Вот вам десяточка для ровного счета. Значит так, ты овца и курица. Хороший день сегодня. Я бы даже сказал, элитный день сегодня. Знаешь, сколько такая бутылочка одна стоит? Сколько. Ничего себе. Ни хрена себе. Них. Вот именно. А я еще в интернете читал, что такие напитки пьют только олигархи и звезды. Так мы с тобой давно уже олигархи. А за такую партию нам по-любому звезда светит. Давай это дело отметим, а? Давай. Ну, за таможню, за хлеб и масло. А лучше за белую муку в пакетиках и черную икру. Будем. Давай. Ого! Ого! А-а-а! Оно! Как будто я только что в Верховной Раде побывал. Может, закусим? Нет. Олигархи после первой не закусывают. Ух, давай. Ну, давай. Богатая жизнь, она такая. Здорово, соколы. Таможенные, растаможенные. Здравия, звали, товарищ генерал. Как прошел день? Ничего интересного. Вообще ничего. Вот это плохо. Если таможенник за день ничего не конфисковал, значит, день прошел зря. А это что такое? Где? Ничего себе. Ни хрена себе. Ни ху... Так это же элитный алкоголь. Такое пьют только олигархи, звезды, а теперь еще и генералы. Что, хотели закрысить от меня? Никак нет, товарищ генерал. Просто он паленый. Паленый? Да-да-да. Знаю я, какой он паленый. Что, хотели спрятать, да? Никак нет, товарищ генерал. Это сюрприз. Сюрприз? Ну что ж, сюрприз удался. Так, мы как раз тут фуру с караоке не растаможили. О, хорошо. Молодцы. Ты случайно не знаешь, что надо делать, когда ослеп от элитного алкоголя? Нет. Что будем делать? Что? Валить надо, куда глаза... Короче, на ощупь идти надо. Зачем? Да потому что генерал нас даже слепым найдет и завалит. Согласен. Как-то дверь была. А, нашел, нашел. Сюда, сюда иди. Иди. Так, мужчина, здесь рыбу ловить запрещено, здесь люди купаются. Где же ты? Распугаешь. Что тише? Я говорю, здесь рыбалка запрещена. Ну что ты орешь? Распугаешь всех. Так, мужчина, последнее предупреждение, прекратите ловить рыбу. Я не рыбу вообще ловлю. А что ты ловишь? Опа, попалась. Сейчас ты увидишь, что я ловлю. А? Смотри, смотри, смотри. А? Круто. А можно я попробую? Подержите. Осторожно, казенный. Так. Ух, большие были. Два карася таких. Эй, кажется, поймал. О, сейчас посмотрим, что там за улов. А? Ну? Где этот рыбак? А? Я вообще-то спасатель. А ну, иди сюда. Спасите. Ну все, готово. Спасибо. Как обычно. Не за что. Кстати, мы к вам в последний раз заезжали. Да, больше не будем нашу ласточку у вас ремонтировать. Да. А что, обратно на ментов меняют? Нет. Нас на велосипеды пересаживают. Эм, жалко. Столько труда в эту машину вложил. И крылья, и капот, и бампера. Я же вам даже один раз крышу ремонтировал. Да. Да и мы к вам как-то привыкли. Да, как-никак, каждую неделю заезжали. Да, рекорд от дела. 17 аварий. 10-7 в мою пользу. Вообще-то 9-8. В одной из них мы виноваты оба. Ну, как говорится, не поминайте лихом. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Сравнять счет хочешь? Да. Ну, давай. Может, без вас как-то спокойнее на дорогах станет? Помнишь дизайн? Понимаете, дело в том, что я на педальку нажимала, ну, по привычке, как в машине. А оказалось, что тормоз у них на руле. Скажите, а можно, чтобы та скидка, которая у нас была на автомобиль, сохранилась все на велосипеде. Ага. Пока ездить не научимся. У вас вообще пожизненная скидка до тех пор, пока ездить не научитесь. Спасибо. Скажите еще вопросик. А нет ли у вас знакомого ветеринара? Да. Нет. А что? Мы просто на выходных будем патрулировать на лошадях. Вот так просто решили перестраховаться. Может, к вам заедем. Я бы вас на баранов посадил. Вот тебя на него. И патрулируйте себе. На троих. Стюардесса Виктория, зайдите в кабину пилотов. Срочно. Что-то случилось? Виктория, случилось. Что? Вот. Я подумал, нам 8 часов лететь. Может, как-то скрасить полет. Женька, а где гурген? Пошел в туалет. По-маленькому. А ты знаешь, что минут на 40. Ну да. Это все к чему-то или просто так? Да. Хочу выпить за нас. Мы с тобой так давно работаем. Нас столько всего вместе связывает. Столько всего вспомнить можно. Ну да. Как, например, тот случай, когда ты узнала, что на борту алкоголь бесплатный. Да. Помнишь, как ты мне волосы держала? А помнишь, в Таиланде, чтобы тебя лучше понимать, я пол поменял. А, точно. А потом ты полгода ждал обратный рейс в Таиланд, чтобы обратно его поменять. Вот дурочек. А помнишь, как ты мне из Голландии траву увозила через границу? Да, только я об этом не знала. Да. Ну ты бы не узнала, если бы ее не нашли. Ну да. А помнишь, как я твоего бывшего из самолета выкинул? Над Кишиневом. Помню. А помнишь, как ты сказал, что рейс захвачен и повез меня к бабушке в Житомир? Да. А там еще аэропорт был закрыт. Женька, это все не просто так, да? Ну, как бы да. Я просто хотел спросить тебя, может быть, ты выйдешь за меня замуж? Женька, ну, я не знаю. Мне надо подумать. Думай скорее. У нас мало времени, сейчас или никогда. Хотя ты мне всегда нравился. Так это да? Ну, если бы ты был первым пилотом, тогда да. А так как бы... А-а-а! Хотя, если хочешь выйти замуж за генерала, выходи за лейтенанта! Но зарплата, честно говоря, у тебя маленькая. Так. А-а-а! Женька, ты давай быстрее соглашайся, а то у нас там в салоне закончатся все бумажные пакетики. Ну, согласна, да, нет? Да, согласна. Все, иди разноси обеды. А ты романтик. В следующий раз, когда будешь делать предложение, громкую связь выключай. Романтик. Вино для гостей. Да, угощайтесь. А-а-а! На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова